В эфире игра «Ума. Палата» – место, где с помощью ума можно заработать деньги. На вопросы надо отвечать быстро, ведь у нас в буквальном смысле действует правило «время – деньги». Насколько быстрыми и удачливыми окажутся наши следующие игроки, узнаем прямо сейчас. Игроки, представьтесь. Меня зовут Иванов Денис, я индивидуальный предприниматель. Иннокентий Хандейс, сценарист, продюсер. Денис, вы представились предпринимателем в нашу игру. Вы пришли зачем? Вы рассматриваете ее как способ заработать деньги? Нет, опознать свои знания, какие у меня есть. А как же известный факт, что предприниматели охотливы на деньги? Не всегда. Не всегда. Есть и социальные предприниматели, которые работают во благо страны и ее народа. То есть вы настроены исключительно романтически? Да. Понятно. Ну что же, посмотрим. Считаете ли вы себя эрудированным человеком? Полностью нет. Полностью нет. Иннокентий, как учились в школе? Плохо. Совсем плохо? Начиная с девятого класса, абсолютные пропуски. Но какой-то предмет вам давался хорошо? Да нет, скорее всего. То есть все безнадежно? Да нет, у меня скорее обширные просто знания, где-то чуть-чуть поверхностные. Абсолютно во всех направлениях, но поверхностно. На нашу игру зачем пришли? Увидеть, наверное, посмотреть свой кругозор. Как сценарист я очень много прочел. Всего много сижу в библиотеках, поэтому надо посмотреть, остаются ли хоть какие-то знания в голове или нет. Игра покажет, сможете ли вы выиграть 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов во всех трех раундах. А пока что перед вами находится черный ящик, в котором расположены два шара, красного и синего цветов. Тот, кто вытянет шар красного цвета, будет отвечать первым на вопросы первого раунда. Приступайте. Красный, красный. Иннокентий, удача сегодня на вашей стороне, пока что. И вы будете отвечать первым на вопросы первого раунда. Верните шары на место. В игре три раунда. В первых двух вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В третий раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам второго раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится две минуты. Игроки отвечают по очереди. Первым начинает Иннокентий. Итак, первый раунд. Иннокентий, как в математике называют многоугольник с восьми сторонами? Актоэдр? Восьмиугольник. Денис, какой процесс позволяет растениям производить питательные вещества? Патасентис. Верно. Иннокентий, какая страна больше по численности населения? Индия. Верно. Денис, какой орган был первым успешно пересажен от кадабра к живому человеку? Сердце. Почка. Иннокентий, в каком году произошли ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки? Вторая мировая война. 1945-й. Денис, какой самый ковкий металл? Цинк. Золото. Иннокентий, на каком дереве растут джолуди? Патас. Дуб. Денис, какая большая страна находится ближе всего к Новой Зеландии? Англия. Австралия, Иннокентий. И какое имя медведя в книге Джунду? Балу. Верно. Денис, какое историческое событие происходило с 1789 по 1799-й? Война в Афганистане. Великая французская революция. Иннокентий, что носит на шее Фред Флиннстоун? Верно. Денис, что является основной пищей пингвинов? Снег. Рыба. Иннокентий, какая часть цветка обеспечивает опыление растений? Пичинка. Пистик. Денис, знаменитый из зелеса Лераджи Петто. Пас. Иннокентий, сколько звезд на американском флаге? Оу, семь. Пятьдесят. Денис, что является национальным животным Канады? Клевер. Обор. Иннокентий, какой цвет получится при смешивании красного и белого? Розовый. Верно. Денис, какие колониальные державы возникли в результате Великих географических открытий? Англия. Испания, Португалия. Иннокентий, самый знаменитый университет Парижа? О, без понятия. Торбона. Денис, чем предпочитает питаться стрекоза? Пыльцовый. Комарами. Иннокентий, территория в России с холодным климатом? Сибирь. Верно. Денис, чем покрытосемянные растения отличаются от голосемянных? Наличием чешей. Наличием цветка. Иннокентий, название первого аппарата, запущенного в космос? Ой, пасы. Спутник. Денис, с какой страны началась преимущественная революция в 18 веке? Великобритания. Иннокентий, какой типичный цвет драгоценного камня рубина? Красный. На какой плане зарегистрирована? Крипто. Верно. Первый раунд завершен. Общая статистика первой игры следующая. В течение первого раунда я задал вам 26 вопросов, при этом Иннокентий дал 6 правильных ответов, а Денис 3. Денис, вы удивили нас новыми фактами, о которых мы совершенно не знали. Видимо, мы действительно очень глупы. С 1789 по 1799 происходила Афганская война, вы сказали? Это была шутка. Это была шутка, да? От вашего незнания? Да. Чем питаются пингвины, вы сказали? Снег. Снегом. Ну, вместо воды. Почему так мало все-таки, видимо, и правильных ответов, и уровня знания? Ну, видимо, из-за того, что читаю очень мало книг. Да нет, скорее это из волнения. Я вот смотрю прямо на блестящий лоб, который прям рекой течет, это, по-моему, больше от волнения, как человеку непривычно. Хотя ты уже, наверное, в третий раз приходишь, по-моему. Куда? Сюда. Иннокентий? Почему первый? 6 правильных ответов. О, еще два можно было бы получить еще. Почему так мало? Потому что не вспомнил, что такое желудь, и забыл про спутник, то, что вылетел аппарат. Можно было отлететь в 8, остальное, да, маловато. Ну, посмотрим, что нам покажет второй раунд. Иннокентий, вы снова получили преимущество. Вы будете отвечать снова, первым, на вопросы второго раунда. Переход хода в следующем раунде будет происходить после первой ошибки игрока. Это означает, что если вы не ошибаетесь, то всегда отвечаете только вы. А Денис не сможет ответить ни на один вопрос. Иннокентий, в зимнем ливийском виде спорта керлинг из какого материала сделаны камни? А, этот... Ох... Керамика, нет? Вы не знаете, гранит. Денис, сколько крестовых походов совершили европейские рыцари в Палестину? Три. Восемь. Иннокентий, на сколько единиц надо увеличить? Восемь, чтобы получить тринадцать. Чего? В раз. Вот заклинил. Вы не знаете, правильный ответ. Пять. Денис, какой тип ткани обеспечивает сердцебиение? О, мышцы. Миокард. Денис, Иннокентий, какие прямые никогда не пересекутся? Параллельные. Параллельные, верно. Иннокентий, как называется жидкий металл? О, пас. Ртуть. Денис, причиной какой погоды становится тропическая воздушная масса? Теплая. Сухая и жаркая. Иннокентий, каков объем одного моль газа? Атом. Двадцать два и четыре литра. Денис, какая страна самая большая по площади? Россия. Совершенно верно. Денис, какой закон физики иллюстрирует фраза «не пнешь, не полетит»? Таш. Первый закон Ньютона. Иннокентий, как называется оболочка земли, которая населена живыми организмами? Ой, пас. Биосфера. Денис, что такое хламидомонада? Это что-то связанное с грибами. Это водоросль. Иннокентий, назовите дату Столбовского мира. Пас. 1617. Денис, в скольких словах из списка пишется удвоено балюстра, галерея, хлорофилл, алюминий? Хлорофилл. Балюстрада. Иннокентий, есть ли преломление стекла составляет одну и пятую, чему равна скорость света в нем? Пас. 200 миллионов метров. Денис, как назвалась высшая каста в Индии? Пас. Брахмана. Иннокентий, какой орган является центром управления нервной системы? Мозг. Верно. Иннокентий, что здесь перечислено не относится к органоидам клетки, митохондрии, тканевая жидкость, лизосомы, вакуоли? Лизосома? Тканевая жидкость, время вышло. Ты что за вопрос? Сухие цифры. Во втором раунде вам было задано 19 вопросов, при этом Иннокентий дал два правильных ответа, Денис один. Почему такие итоги? Не знаю, даже не знаю. Кто знает? Бог. Ну, явно не вы. Да. Иннокентий, почему так мало правильных ответов? Дмитрий, вы видели свои вопросы? А что не так с нашими вопросами? Слишком сложно, я не знаю, кем надо быть, чтобы... Как это назвали у чуваков, у которого очень много кармашков в жилетке? Как его? Вот забыл. Вассерман. Да, Вассерман. Вот он, скорее всего, узнал бы на эти вопросы ответы. Но не вы. Я нет, я после ковида, оказывается, очень много потерял умственных способностей. Понятно, но вы же пафосно говорили о том, что читаете много книг. Да. Я же говорю, я читаю много книг, и хотел понять, насколько я усваиваю эту информацию. Понятно, что не усваиваете. Ну что же, по правилам нашей игры, в следующий этап проходит, тем не менее, не усваивающий никаких знаний Иннокентий. Денис, мы будем с вами прощаться. Вы пришли посмеяться? Прощайтесь. Уходите. Иннокентий, будем переходить к следующему раунду. Ровно одну минуту я задаю вам вопрос, и вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20 по итогам всех раундов, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз нашей игры «Ума палата» – 100 тысяч рублей. Я напоминаю, что за этот большой куш можно побороться в конце нашего телесезона. Иннокентий, каких из этих слов ударение падает на окончание? Чего падает на окончание? Торты, шарфы? Гербы. Что стало причиной феодальной раздробленности? Пас. Смерть Карла Великого. К какому классу веществ относится глицерин? Пас. Спирты. У Ивана пять сыновей, у каждого сына есть одна сестра. Сколько всего детей у Ивана? Шесть. Верно. Какой орган отвечает за регуляцию уровня сахара в крови у человека? Печень. Инсулин. Какое из этих понятий обозначает источник права? Церемония, прецедент, моральное правило? Что за источник права? Прецедент. Что нужно для расчета площади прямоугольного треугольника? Пас. Вы не знаете. Умножить катеты и разделить на два. Из каких молекул состоит плазмическая мембрана? Ой, а тут что-то уже другое перешло. Белки или ПИДы. Выберите из списка государств, входящие в группу новейших индустриальных стран. Китай, Боливия, Сингапур, Индия. Китай и Сингапур. Сингапур. Рассчитайте корень уравнения. Логарифм 4 минуты. Ого. Пас. Минус 124. Где появился первый алфавит? Первый алфавит. Пас. В Древнем Египте. Не считаешь? Иннокентий, за время игры я задал вам 12 вопросов. При этом вы дали только три правильных ответа. Я ответил? Да. Да, я прям удивлен. Вы поражены и удивлен. Я поражен и удивлен. У меня обширные знания. И для некоторых вопросов у меня слишком хорошая личная жизнь, чтобы задать на них ответы. Насчет личной жизни. За вас кто болеет? Жена и двое детей. Они будут смотреть эту передачу? Конечно, обязательно. Я надеюсь, еще очень много народу будет смотреть. Им будет стыдно за вас? Да нет, не будет стыдно. Нет, уже абсолютно нисколько не стыдно. А за необразованность и за незнание должно быть стыдно? Нет, ни в коем случае. Это же... Потому что слишком сложные вопросы. И на обычный человек, кроме Васармана, на эти вопросы никак не может знать ответы. Тем не менее, у нас есть игроки, которые набирали достаточное количество правильных ответов. И у нас вопросы не всегда столь критичны. Я видел, а некоторые отвечают прям по 20 чем-то. Да. Это мощные ребята. Да. Ты не знаешь, что у них с головой творится, чтобы знать на такие вопросы ответы. Что же, в последнем решающем раунде вы не смогли пополнить копилку правильных ответов до 20, поэтому покидайте нашу игру. Спасибо, очень прекрасная игра, все равно. Это прям прекрасно. Ну что же, прекрасный проигрыш. До свидания. Всего доброго. Это игра «Ума. Палата». Эрудиция и удача подвели наших сегодняшних игроков. Любопытно, как сложится следующая игра. Узнаем прямо сейчас. Это игра «Ума. Палата». Игра, которая развивает быстроту ума. Умение сохранять самообладание и достойно проигрывать. Я надеюсь, что наши следующие игроки именно таковы. Представьтесь. Игорь Леков, детский тренер по дзюдо. Якуль Василий, по специальности врач. Василий, обычно в нашу игру приходят по чьей-то рекомендации. Однако вы один из немногих редких случаев. Человек, который написал письмо в редакцию нашей передачи и подал заявку на участие. Скажите, вы постоянно смотрите НВК СХ? Нет, бывает только. Редко по выходным. Но вы смотрите, когда объявляют кастинг? Нет, о кастинге я не знал. Передачу нашу не смотрели? Раньше нет. Последние две передачи посмотрел. Понятно. И как впечатление? Захотелось принять участие, проверить свои знания. Проверить свои знания. Только? Ну, если я попаду в финал, неплохо бы выиграть и главный приз. Ну ладно, будем делать вид, что деньги не главный мотиватор. Ладно. Какая тема вам наиболее близка? Область знаний. Ну, мне кажется, что я буду неплох в медицине. И все? Да. Не густо. Игорь, вы работаете с детьми. Принято считать, что тренеры не играют, потому что они непобедимы. Но вы играете. Если проиграете Василию, как отреагируют ваши дети на проигрыш непобедимого тренера? Мои дети отреагируют спокойно, потому что любой спортсмен, любой игрок может всегда проиграть. Самое главное – это принять свое поражение, подготовиться, чтобы прийти в следующий раз и победить. Вы абсолютно правы. В спорте часто говорят «главное не победа». Согласны ли вы с этим утверждением? Ну, 50 на 50. Потому что я очень давно в спорте, и как бы за последнее время я привык уже побеждать. В нашей игре главное не победа? Главное участие. Так игра покажет, сможете ли вы выиграть 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов во всех трех раундах. А пока что перед вами находится черный ящик. В нем два шара красного и синего цветов. Тот, кто вытянет шар красного цвета, отвечает первым на вопросы первого раунда. Игроки, вы можете приступать. Василий, удачи сегодня на вашей стороне пока что. Вы будете отвечать первым на вопросы первого раунда. Верните шар. Мы будем начинать. Итак, в игре три раунда. Первых двух вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В третий раунд выходит игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам второго раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится две минуты. Игроки отвечают по очереди. Первый начинает Василий. Первый раунд. Василий, как звали трех великих русских богатырей? Илья Муромец. Пас. Игорь, кто вырос в стае волков в книге Киплинга? Маунгли. Верно. Василий, название какого растения ассоциируется со звоном? Колокольчик. Верно. Игорь, как называется пространство между бровями? Межлоби. Глобелла. Василий, в каком городе находится самая длинная в России крепостная стена? Москва. Смоленск. Игорь, сколько там в романе Толстого «Война и мир»? Четыре. Верно. Василий, какой ученый является изобретателем космической ракеты? Циолковский. Верно. Игорь, что из перечисленного является бактериальная инфекция? Спит, чума, синдром Рейтера, грипп. Грипп. Чума. Василий, в каком океане находится Марианская впадина? Тихий. Верно. Игорь, в каком жанре писал картину художник Иван Айвазовский? Пас. Марина. Василий, кому принадлежат Южные Курилы по итогам Второй мировой войны? Советскому Союзу. России. Игорь, в какой части вашего тела вы найдете крестообразную связку? Колено. Верно. Василий, какой волшебный предмет был у солдата из сказки Андерсона? Посох. Огниво. Игорь, как, согласно современным правилам, правильно назвать жителей города Ржев? Пас. Ржевитяне. Василий, в доме живут кошки и собаки. И всех животных, живущих в доме, только одно не собака. Но все животные, кроме одного кошки. Сколько кошек и собак живет в доме? Одна. Одна кошка и одна собака. Игорь, какая война завершилась портсмутским миром, который был заключен в США? Арабские мираты. Русско-японская. Василий, за какими фруктами прилетал жар птиц, в сказке Иван Царевич и серый волк? Ананас. За яблоками. Игорь, какой из химических элементов периодической таблицы Менделеева считается самым легким? Гелий, свинец, водород, кислород, азот. Пас. Водород. Первый раунд завершен. Общая статистика первой игры выглядит следующим образом. В течение первого раунда я задал вам 18 вопросов. При этом Василий дал 4 правильных ответа, а Игорь 3. Василий, это вы отвечали на мой вопрос о волшебном предмете, который был у солдата из сказки Амберсона. После. Какую сказку вы имели в виду? Не знаю. Я ответил наугад. Понятно. А то, что жар птица прилетала в сказки Ивана Царевича и серый волк, зачем? За ананасом, вы сказали? Да. То есть у нас на Руссии ананасы росли? Ну, не знаю. Какой-то фантастический фрукт. Понятно. Игорь, к удивлению, медицинские вопросы достались вам, но вы с успехом отвечали на них. Тем не менее, правильных ответов не хватило. Вы пока что проигрываете Василию. Что мешает вам набрать больше правильных ответов? Ну, на вопросе химии я чуть-чуть завис. Я не успел. Как называется пространство между бровями? Что вы сказали? Межбровье? Межлобье, я сказал. Межлобье? Да, я не слышал это название, честно говорю. Ну что же, Василий, вы получили преимущество. Теперь вы будете отвечать первым, так же, как и в прошлый раз, в принципе, на вопросы второго раунда. Переход хода, я обращаю ваше внимание, во втором раунде осуществляется после первой ошибки игрока. Это означает, что если игрок дает правильные ответы, то второй будет просто ожидать своей очереди. Василий, в клетках каких растений, в отличие от животных, происходит питание в уделении фотосинтеза дыхания? Фотосинтез. Верно. Василий, каким лекарством мальвина хотела напоить буратино? Пас. Косторка. Игорь, какую обувь носили крестьяне? Лапч. Верно. Игорь, в какой стране самая длинная береговая линия в мире? Россия. В Канаде. Василий, как назывался корабль, на котором 12 апреля 1961 года? Верно. Василий, что в переводе с греческого означает комета? Метеорит. Хвостатая звезда. Игорь, как правильно назвать жителей города Курска? Курчане. Куряне. Василий, какой братец из сказки «Три поросенка» построил самый прочный дом? Наф-наф. Наф-наф. Правильно. Василий, какой город в советское время назвался Куйбышев? Самара. Верно. Василий, продолжите отрывок песни Клары Румяновой. От улыбки станет всем теплей. Пас. И слоной даже маленькой улитки. Игорь, первыми капиталистическими предприятиями были мануфактуры, заводы, фабрики, банки. Заводы. Мануфактуры. Василий, какой город является столицей Канады? Оттава. Верно. Василий, сколько месяцев имеет 28 дней? Февраль. 12. Игорь, войдя в темную комнату, вы зажгли 4 свечи. Одна сразу погасца. Сколько свечей осталось? 4. Верно. Игорь, Константинополь и Бизантия. Бывшие названия какого современного города? Пас. Стамбул. Василий, сколько братьев было у главной героини сказки Андерсона «Дикие лебеди»? 3. 11. Игорь, символом какого города считается мифическое животное Бабр? Иркутск. Верно. Игорь, кого звали Орлеанской девой? Пас. Жанна Дарк. Василий, что связывает Наполеона Бонапарда с островом Корсика? Месторождение. Верно. Василий, каким бы людям угощал журавль-лисицу в сказке как аукнется, так и откликнется? Сыр. Окрошка. Игорь, где находится самое низкое естественное место на планете Земля? Пас. Марианск, Ковпадина. Василий, как звали человека, который забыл в печатание? Виттенберг. Верно. Время вышло. Второй раунд завершен. Теперь сухие цифры. Во втором раунде вам было задано 20 вопросов. При этом Игорь дал 3 правильных ответа, а Василий 7. Это означает, что именно Василий проходит в третий раунд. Василий, не зря, видимо, подавали заявку. Получается так. Рано радуетесь. Третьего раунда еще не было. Игорь, ваш излишне философский подход, видимо, и определил все. Ваше спокойствие, свойственное всем, в принципе, спортсменам, не позволило успеть за скоростью? В чем причина того, что вы проиграли? На некоторые вопросы я не знал ответа. Были ли вопросы, адресованные Василию, на которые вы знали ответ? Да. Например? В первом раунде. Например? Ну, по химии. Это относится к врачам. По крестообразной связке. Это тоже относится к врачам. И еще что-то было. А своему сопернику я пожелаю удачи, чтобы он прошел финал, как он и хотел. Ну, объективно, он был сегодня сильнее. В начале игры я говорил, что наша игра учит проигрывать достойно. Но вы это умели и без нас. Спасибо за игру. Вам тоже спасибо. Спасибо за вопрос интересный. До свидания. До свидания. Удачи. Василий, ровно одну минуту я задаю вам вопрос, и вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за наш главный приз. 100 тысяч рублей. Я напоминаю телезрителям и вам о том, что этот большой куш можно выиграть в конце нашего телевизионного сезона. У меня такое ощущение складывается, что вы уже решили, куда потратить эти деньги. Еще нет. Еще нет? Это удивляет. Но настрой оптимистический. Вы думаете, что в третьем раунде вы проиграете? Думаю, что я не успею набрать 20 баллов. Ну что же, давайте проверим. Василий, кто был президентом США 4 гуссрока квадрата? Линкольн. Рузвельт. В каком городе находится самый большой в России фонтан? Москва. Ребят. У папы Миши 4 сына. Первый Саша, второй Андрей, третий Сергей. Как зовут четвертого? Миша. Верно. В какой стране больше всего в мире островов? Япония. Швеция. Какая валюта Швеции? Евро. Швецкая крона. Кто является основоположником психоанализа? Фрейд. Верно. Ламинария это? Водоросли. Верно. Какой город третий по численности населения в России? Казань. Новосибирск. Предположим, вы купили две пиццы диаметром 15 сантиметров, а ваш друг купил одну пиццу диаметром 30 сантиметров. Сколько у вас еды больше? У кого еды больше? У второго. Верно. Назовите всех пятерых сестер Бронте. Пас. Эмилия, Элизавета, Шарлотта, Анна и Мария. Какой город в России самый восточный? Петропавловск, Камчатск. Анадарь. Правила об этом виде специальных ударов в футболе приняли в 1891 году. Пенальти. Верно. По какому параметру футбола по итогам соревнований называют лучшим бомбардиром? Забитым голом. Верно. Время вышло. В третьем раунде я задал вам 14 вопросов. Вы дали 6 правильных ответов. Всего копилку правильных ответов вы пополнили до 17. То есть вам всего лишь не хватило 3 правильных ответа. Не обидно? Обидно. Очень. С каким ощущением уходите от нашей игры? Только ли с ощущением обиды? Нет, игра мне понравилась. Интересные вопросы. Оказалось, что надо больше читать сказки. Тем более сказки Андерсона. Да. Ну что же, желаем вам удачи и успехов в чтении. Книги надо было читать еще в детстве. До свидания. Спасибо. Это игра «Ума. Палата». И вновь денежный приз остался у меня. Может быть, кто-то из следующих игроков создан для победы? Узнаем через неделю.